добрый день друзья день я уже отработала вот на сегодня хорошая погода только какой-то ветер бар опять какой-то там штурмовать на что-то кто-то будет так люблю вот такие тучи хотя сегодня знаете я думаю что снега много навалит но нет не навалило видимо не особо холодно вот у нас прям путевление сегодняшнего дня обещают что прям тепло будет хорошо ну правда чувствуется в общем я сейчас поеду мне нужны в лиду и валди я вчера не поехала так как вчера голова болела одну и шопинга на один день был слишком много поэтому кстати этот город салабриня где работа он закрыт из него нельзя не выезжать не не въезжать но чарлядан давать понюхать понюхать вот нужно разрешение смотрите какая красота великолепно великолепно крапива а донде ва чарли вот здесь клиентка жила моя у нее короче дом-то разрушился видите она была вот в этой части а вот дом разрушился прикиньте как страшно она переехала в другой дом я приехала в другой дом ветер дует сделала там себе ремонт она уже старенькая была и прямо уже под 80 на и был в общем сделала себе ремонт ну это стресс для старого человека и все и короче когда уже можно жить до наслаждаться она умерла причем представляете приступ я не знаю которые те клиенты клиенты говорю сувы подписчики которые давно меня смотрят наверное знают о этой ситуации я рассказывала как и стало плохо у меня в парикмахерской я ее я звонил быстрее звонила в скорую помощь приезжала скорую помощь ко мне в парикмахерскую представляете вот и потом мы пошли в деревню что значит деревню слухи пошли что типа это бабушка она у меня умерла представляете я говорю она у меня не умирала и у нее приступ случился хотя даже не приступ ничего просто ей как бы она не смогла ходить когда ее увозила скорая помощь из моих парикмахерской сказали ну я спросила что сняли сказали о ничего типа это давление понизилась там все такое бахон как здесь говорят и на следующий день ночью она умерла представляете и все вот так вот деревня вот что деревня как говорят здесь чихнешь а внизу тебе скажут будь здорова еще я помню ко мне к мэрша же это деревушки здесь 12 тысяч населения по моему если я не ошибаюсь и короче я однажды ей сказала типа вот это что-то в двери у меня там лежит и гремит я и сказала вот в типа в салаврине больше зараженных чем в матри или она такая знаете я даже так нет в матри или всегда в салаврине никогда не было больше зараженных ну вот накаркала не знаю кто я я или она короче сейчас видите этот город маленький закрыт потому что здесь больше на 100 тысяч населения зараженных чем в нашем городе в нашем городе даже вчера уменьшилась вот так что в общем до 3 что творится что тут такое что такое что это не тут делают что-то с водой связано блин чем не там в двери так трещит бьется бесит что не тут делают а что-то там с канализацией блин надо две руки не я хотела вот такое ведро купить ну для для это мусора чтобы сортировать на что-то на какой-то совсем маленькая что-то совсем прям малюсенькая а вот еще для хлеба смотрите но тоже железное что-то вообще видами тоже нету того что я хотела потому что привезут в понедельник я почему думал что сегодня ботинки тут разные привезли общем тут смотрю чё тут есть интересного нету не знаю даже купила рыбу жарится в шаттан машине а я тем временем но замерз блин и ноги представляете подогреваю вот тем временем буду делать шпинат что-то захотелось рыбки я хотела шпинат делать а потом уходила ходила думаю а чё шпинат один шпинат надо что-то шпинату и рыбку купила хек и вот сейчас забацаю будет несчастье а потом копыта доделывать надо в общем как-то плохо я сходила в магазин но не в том смысле что плохо ну как-то ожидала например что куплю для мусора вот этого вот корзины они там думала побольше они какие-то малюсенькие у меня там одна бутылка пластиковая поместится и все конечно в чине можно посмотреть в китайском там черта лысого нет потом все это на себе тащить как-то не очень хочется вот опять масло заканчивается как можно ходить в магазин два раза в месяц я не знаю у меня вот масло заканчивается чё я там купил апельсины я поела уже которые сестра давала вот купила апельсины что-то они еще и по предложению были что-то рубль пятьдесят два килограмма вроде ничего нормальный у нас друзья не было печали вроде как потеплело но теперь ветер ветер ты могуч дует как я вчерей так варенье купила кстати варенье на хочу попробовать варенье черная черешня пахнет черешней друзья какая вкусная даже чарли прибежал очень вкусно 75 процентов фруктов это валди обалденная прям вишни пахнет знаете не черешней а вишней очень вкусная всем советую так шпинат сейчас буду делать с творожным сыром и с паприкой и рыбка вот такой у меня будет обед все еще купила лук батарь три огурца огурцы какие-то странные такие вот полудлинные и худые такие еще ни разу не видела интересно девки пляшут у меня тут все не сгорело и все не удовлетворена совершенно не удовлетворена надо огурчик один попробовать хотя надо попробовать ну ладно вчера же удовлетворена была не каждый же день ходить удовлетворенной ладно буду готовить и допать слежу сейчас в инстаграме и вы знаете понимаю и даже и вчера тоже вспоминала как говорится реклама нам всем мешает реклама там она достаточна но реклама действительно двигатель торговли и я попадаюсь часто на уловки рекламы например вот например чарли тут унюхал походу вкусный или что они то он муху увидел у меня дверь открыта потому что на улице тепло дверь открыта на этом ну так в предбаннике и вот муха видимо залетела так как помадами сейчас не мажусь вот и часто попадаю на рекламу например я в инстаграме подписана на кико потом на примор это у нас вот парфюмерный парфюмерный косметика все дела и вот там постоянно какие-то новинки вылазит что-то еще и вот смотрите я попалась например вот мои бальзама для губ вот этот вообще шикарный это из алди но он во первых цвет мне так нравится как на губах остается я его берегу знаете до тех времен когда мы будем снимать маски а вот и потому что он это бальзам для губ но он также классно на губах такой цвет классный смотрите такая нежнятина вот и в общем берегу хотя у меня помад до хрена и больше ну вот например увидела я тоже я вам вчера показывала ой сейчас поставлю вас вот этот вот это как говорится красиво все посмотрите какое сияние чар люди свет загораживаешь видите но до чар люди все ему надо баха баха вот но это бальзам и ничего больше он сияет только вот на помаде тоже это рекламы поддалась вот это в примор купила типа увеличивает губы все дела ну правда такой холодок какой-то но это больше на лето потому что он прям холодный такой вот обычный тоже и вот этот вот самый обычный но самые наверное часто использованный мною намазалась кстати вот это кстати пахнет пахнет вкусно в малинкой и не малинка ванилью когда я намажусь чарли постоянно лезет целоваться типа того вот и вы знаете я часто вот что нибудь вижу в интернете делаю скрин скрин на жива называется фотку в общем фотку то что мне нравится и я думала что ну не я одна конечно нас таких мало там кто отходит с телефоном например в примор я увидела вот это вот сфоткала не сразу зашла в этом что миллион этих всяких продуктов я зашла ей просто фотку в нос и говорю хочу и она мне сразу повела куда надо а вчера гляжу в очин дэме тоже знаете человек 3 встретила которые вот с продавцами так и хочу вот это хочу вот это и так прикольно я тогда них посмотрела и себя вспомнила а мне знаете сразу как-то неудобно вот пристал вот смотрите видите намазалась он уже идет вкусная вкусная помада да мой какая вкусная помада какая вкусная помада вот намажусь и чарли давай это все сжирать и сейчас вот к лезет к моим этим и вот так вот у вас тоже такое бывает что вы делаете скрин и бегом к продавцу я думаю ну говорю мне не тут неприятно как-то неудобно ну надо едать с другой стороны они же работают вот и как бы это их работа и вот так смешно она такая женщина вот вот это мне нужно мы где у вас это находится вообще очень удобно да вот так вот сделал что-то посмотрел в социальных сетях там и потом раз пришел в магазин и быстренько не ходишь в поисках а иногда и нифига не находишь как дурак ходишь ходишь кругами ничего не находишь да чарли где целоваться словаться иди где целоваться да целоваться целоваться до целоваться миловать сюда да 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 а крик тип весь любовь такая вот у нас все поцеловались Хотела машинку поставить, стирать Но у нас на этот И что ты сидишь, ждешь Красавчик мой Любовь моя Но у нас на этой ночь Передают дождь Небольшой У нас опять какая-то на нас идет Как же ее назвать-то Ну какая-то Какое-то атмосферное явление Идет на нас С сильным ветром, дождями Но это все на севере Я имею ввиду дожди А ветра и у нас передают Кстати у меня завтра на После обеда Много работы нарисовалось, представляете Даже неожиданно Что ты сидишь тут, вкусняшку тебе дать Ну на Полила вот этот цветок Протерла его И вот тут у меня стоял тоже какой-то цветок Вернее не какой-то А вот такой Я его выбросила Там одни корни были Трындец И вот сейчас пересажу Какой-нибудь другой Сюда посажу Там мне нравится У одной соседки Надо мне сегодня это С коммуниздить Росточек Ну там прям жесть была И посадить Потому что как-то видите Ветер какой Так А этот Что-то Что это Света мало, да? Или что? Или что? Будет жалко Если он у меня погибнет Ты не погибай Я его бананом протираю Как кто-то мне написал В комментариях По-моему, да? Бананом протираю Все дела В общем И в воду Банан добавляю А вот этот Что-то я не поняла Что с ним У меня, кстати, клиентка Тоже сказала Что у ней точно так же Он Как бы вроде как и растет А вроде как и вот так Вот Что-то какой-то странный Непонятный Это вот Который Герань Была на выброс В общем, чем меньше Как это бывает Чем же меньше Женщину мы любим Тем больше нравится мы ей Мне кажется В цветах Все то же самое Чем больше мы Уделяем им внимание Тем лучше Они себя чувствуют Я тут решила Полы протереть Положила игрушку Вон туда Все В доме скандал Что за крик Скандал В доме Ну подожди уже немножко Ничего страшного Вот лежала целый день Ну посмотрите на него Не обращал внимания Положила туда Все Скандал Чего Что ты гавкаешь Что там такое Что Что Ты видишь Я полы мою Ты видишь Я полы мою Швабра Или тебе пофигу Бессовестный На Все Все Довольный Вот так вот Проблема Разрешена Теперь будет Довольный сидеть Все Спокойный Теперь Успокоился Ветерок Вообще Люблю полымать Когда вот такой Небольшой ветерок Потому что Все быстро Высыхает Сейчас вам корни Покажу От цветка Они конечно Жесть Вообще Смотрите Мне даже страшно было Это как знаете Как гусеницы Какие-то Но этому цветку Уже Три года Наверное Я его никак Он там уже Все Пересохший Ну еще бы С такими Это Корнями Как он вообще Там Жил И что мы хотим Что мы хотим Вкусняшку Винго Баха Давай Работать Но Но Вот видите Он уже сам знает Тумба Но Тумба 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 Ай Ой Так Сид Пата Но Сид Сид Пата Муин Чики Тура Какой собачка Так что Все Лепота Можно и Сериал Начать смотреть В очередной раз Сегодня мне удалось Прийти на пляж Такой ветероган Правда Смотрите Какое классное Небо Я знаете Чего боюсь Я опасаюсь Потому что Смотрите Что здесь Творится Там прям Такие тучи И как бы Дождь Не пошел Зато народу Почти никого Не гуляет Там вот Одна Наверное Женщина Гуляет Да Чарли Ты сегодня Не боялся Почти что Ничего Не стреляла Ветер Какой Ветер Ветер Ты могуч Ты гоняешь Стай Туч Вот видите Что-то там Слышат Какие-то Удары И все Уже Опс Споткнулся Испугался В общем Короче Сам себя Это боится Я не могу Над ним Вот трус О Море Какое Бушует Так Готовим Соус Копытом Нам нужно Ну где-то Чесночка Три Таких Крупненьких Этих Ядрышек Как их там Зернышко Хлебушек Белый Вот такой Вот четыре У меня где-то Ну Три копыта Вот На три копыта И Я поджарила Миндаль Грамм 70 И вот так Его размолола Не слишком Мелко Не слишком Крупно В общем И вот В кастрюлю Прям вот В которой Буду готовить Сейчас Отправляем Чеснок И поджариваем Чесночок И потом Добавляем Его вот сюда Короче Сейчас Вот все Обжариваем Копыта У меня уже Вот разогреваются Понадобится Естественно Немного Соуса От копыта Вода Вода Наверное Там была Сейчас Будет Стрелять Чесночок Можно Прям Крупно Нарезали Потому что Это Не важно И вот Так Обжариваем До Позолотой Скажем Так Когда Хлеб Поджарился Тоже Его Отправляем К Чесноку И Миндалю Теперь Добавляем Сюда Бульон От Ножек Чтобы Все это Блендером Проблендерить Видите И теперь Блендером Блендерим Включаем Газ Или Что там У вас На средний Огонь Заливаем Все это Нашим Соусом Пробуем На соль И Тушим Минут 15 На Медленном Огне Ну Вот У меня С 9 На Пятерочки Будет Может На Четверочки Какая Пинта Как здесь Говорят Очень Вкусно И Не так Много В принципе Я считаю Весь Бульон Сюда Ушел Ну Все Друзья Прошло 15 Минут Смотрите Как он Плюк Плюк Это Нереально Вкусно Кто любит Ножки Не только В холодце А вот С жареной Картошкой Фри Это Вообще Отрыв Мозга Вот Так что Пишите В комментариях Нравятся Вам Такие Такие Блюда И вообще Едите Вы Ножки Только В холодце Или Вообще Можно И просто Там Покушать Вот Да и вообще Подписывайтесь Активными Давайте Будем Подписываем Ставим Лайки Вот А я Сейчас Знаете Что Вчера Открыла Манго Но оказалось Нереально Вкусное Валькам Валькам Нет В лидоле Пурала Очень вкусное Вот сейчас Я поужинаю Манго И все Наверное И буду с вами Прощаться До завтра Так что все Всего самого Лучше Всем Пока 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 Кстати По скрипту Совет Горячим Еще разложить Порционно Ножки Потому что Когда они Застынут То их придется Из кастрюли Выковыривать Или разогревать Полную кастрюлю Вот А это Раз так положил Порционно И все И все готово Порцию Разогрел Там ножки целые А на числе Их будешь Выковыривать То что-нибудь Не доковыряешь В общем все А теперь точно Пока-пока